Память равнопосторного князя, великого князя российского Владимира. На этой мысли мы с вами закончили прошлую беседу, когда мы с вами беседовали о княгине Ольге, память которой совершалась в прошлом воскресенье. В четверг на прошлой седмице была память равнопосторного князя Владимира, крестителя Руси. Мы с вами говорили о том, насколько важно сделать правильный выбор, не только как отдельно взятому человеку, но даже какому-то правителю. И перед тем, как продолжить повествование, беседу о князе Владимире, мне хотелось бы вспомнить беседу с вами, которая была две недели назад, когда мы с вами говорили о бесноватых годаринских. Мы с вами говорили о том, что во времена земной жизни Христа Спасителя было очень много бесноватых. Это было настолько явлением распространенным, что Христу приходилось ежедневно десятки-десятки бесноватых, скажем, вновь возвращаясь к нормальной человеческой жизни. Мы также с вами говорили о том, что одной из причин такого распространения широкого беснования держимости было, что человеческий род уже настолько погряз видов ослужений, при том, в самых его ужасных формах, в виде человеческого жертвоприношения, что уже как бы достигло некого апогея. И возникает, наверное, возможно, у кого-то возник вопрос, какая же связь между состоянием бесхозаветного человечества во времена земной жизни Христа Спасителя и памятью князя Владимира? Какая же между ними связь? А ведь связь, между прочим, очевидна. Ведь мы, вспоминая сегодня житие равнопозным князя Владимира, должны помнить о том, что был эпизод его жизни, да, христианская, достаточно печальный, я бы даже сказал, грустный. Владимир был воином храбрым, одерживал много побед, и будучи язычником, будучи воспитанным языческой традицией, и после ряда таких громких блистательных побед, как язычник решил, что пришло время, скажем так, не просто вот какие-то благодарственные жертвы приносить, а надо бы принести высшую жертву, а именно пришло время и совершить человеческое жертвоприношение. Князь Владимир, вот языческую партию, которая была достаточно сильна, несмотря на все труды, понесенные перед ним княгиней Ольгой, вот эта как бы языческая партия решила, достигла своего апогея и решилась на такую вот, скажем, страшную меру, как человеческое жертвоприношение, которое, конечно, на Киевской Руси не было так распространено, но тем не менее, вот будучи такой широкой натурой, князь Владимир решается даже на это. Казалось бы, вот всем трудам княгини Ольги, к которым много-много потрудилась, казалось бы, наверное, пришел закат всем ее трудам, когда вот уже язычество настолько окрепло и даже вот решилось на такие бесчеловечные, бесчеловечные человеческие жертвоприношения. Но это, вот это, как казалось бы, видимое торжество язычества, казалось его, по сути, агонией. Прошло немного времени, как князь Владимир совершенным образом преобразился. Человек, который, казалось бы, должен был разрушить даже само слово Христе, сам стал христианином. И не зря мы в эти дни, когда память Владимира праздновали, мы его справедливо сравнивали с апостолом Павлом, которого звали Саввел. Ведь апостол Павел, вернее, еще апостоль Саввел получил разрешение, документы внедрены, чтобы прийти в Дамаск и в Дамаске совершенно истребить всех христиан. И по пути для выполнения своей миссии, такой жестокой, бесчеловечной, сам Христос им и является, говоря, Саввел, Саввел, зачем ты меня гонишь? И вот этот истребитель христиан стал первым практически христианином. И больше всех апостолов потрудился в делу и опору по виде Христовой Евангелия, прежде всего, язычниками. Вот мы видим некое повторение князь Владимир, который уже настолько как бы ополчился на христианство. Ведь при том, что интересно, ведь качество жертв даже были выбраны христиане Федор и Евган. И когда эти два первых христианские мученики, киевские, практически узнав, что их собирается принести в жертву, первому, возмутились и стали уличать киевлян о том, что они, скажем так, собираются совершать великий грех, вылечили их в невежестве, за что толпа разъяренных просто живых порвала на куски. И вот Владимир, который, казалось бы, уже начал дальше христианин истреблять, преображается и становится христианином. И не только мы такую параллелью видим, ведь князь Владимир, понимая, что крещение, скажем, просвещение – это только одна часть евангельской проповеди, мы знаем, что есть заповедь о любви к ближнему. Князь Владимир начал самую широкую благотворительную деятельность. Каждый день с княжеского двора выходили телеги с разными вещами, и по его указу в Киеве разыскали все нуждающиеся, кто испытывал какую-то нужду. И мы в этом видим некий вот такой момент, который возрождает обстановку первой Иерусалимской общины, когда все отказались от частной собственности, было у всех одно имущество, было как бы единое дух, единая душа. Вот князь Владимир в своем таком уже христианском порыве как бы воссоздает некую атмосферу первой Иерусалимской общины. Некогда первый из грешников становится первым христианином. И сегодня мы, конечно, еще раз повторим, вернемся к этой мысли о том, что нередко выбор правителя определяет цивилизационный выбор всего государства. Вы согласитесь, дорогие телезрители, сложно представить нашу страну не христианской, не православной. Иная какая-либо другая участь нам даже кажется уже совершенно немыслимой. А ведь в этом мы во многом благодарны, должно быть, одному человеку, князу Владимиру. Мы не можем объяснить, что же в его душе произошло, что подвигло, что совершил переворот. Возможно, когда он услышал обречение Федора Ивановна, когда они обречали киевлян за то, что их собираются в жертвы принести, может быть, вид умирающих, вид толпы разъяренной, живьем убивающих, может быть, что-то в нему души перевернуло. Почему же вот в этом темной душе язычника Владимира вдруг воссиял свет Христов? Подобно тому, как и в сердце Савла, истребителя христиан, сам Христос появился и в его сердце воссиял. Это, конечно же, особые судьбы, особые, наверное, пути Божьего промысла, когда кажется, что уже настолько все плохо, что уже хуже может, и не может быть. Именно тогда особым образом проявляется сила Божия. Ведь и тот же апостол Павел говорит о том, что много раз молился Богу, чтобы он его избавил от каких-то искушений. И вот и Христос им говорит, что сила Божия в немощи человеческой совершается. Конечно же, никто не мог подумать, что именно князю Владимиру будет суждено принять, по сути, судьбоносное решение для киевской, для будущего российского государства, за что мы, конечно, ему благодарны. И мы с вами должны еще раз вспомнить о том, что ведь еще княгиня Ольга понимала, что только через династический брак можно на равных войти в семейство христианских государств того времени. Вот князь Владимир исполнил то намерение, которое не удалось его бабушке, княгине Ольге. Да, мы видим, как, несмотря на все перипетии, византийские императоры Василий и Константин были вынуждены своей сестру принцессу Ану будут замуж за князя Владимира. Тут тоже есть несколько версий о том, что есть версии, что князь Владимир крестился в Корсуне, ослеп, прозрел купелье крещения. Но есть и другая версия, которая говорит о том, что князь Владимир покрестился у себя в Киеве года за два до официарного принятия христианства Киевской Русью. И, конечно же, уже будучи христианином, понимая, что именно через династический брак он может вступить в семейство христианского государства и обращается к императору Василию Константину с повторным предложением династическом браке, и им это удается. Правда, достаточно интересным способом, но тем не менее он вынуждает Константинополь пойти на условия Киева. Константинополь, к сожалению, не простил князя Владимира. Мы знаем о том, что только через 200 лет после своей смерти князь Владимир был причислен к лику святых. Через 200 лет. Ведь мы должны понимать о том, что Киевы были митрополиты из Константинополя, да вообще вся жизнь политическая контролировалась Константинополем. И помню о том, что как князь Владимир заставил Константинополь пойти на его условия, 200 лет царь Град противился к прославлению киевского князя Владимира. Но тем не менее это произошло. И вот мы на прошлой неделе в четверг торжественным образом и почтили память равнопостерного просветителя Киевской Руси. И благодаря его личным трудам мы сами и имеем счастье быть православными христианами и придя в храм к Христу Богу молиться. Дорогие телезрители, я с вами прощаюсь сегодня не только до следующего воскресного дня, а уже до сентября месяца. Будьте здоровы и до новых встреч уже в сентябре месяце. Редактор субтитров А.Семкин